Друзья, сегодня будем продолжать разговаривать на тему Жизнь Церкви. И у нас вообще идея такая есть. Один из элементов Жизни Церкви является логовистие, или так называемое «Как я делюсь своей верой с людьми, которые живут без Бога». И мы об этом сейчас размышляем. Во-первых, для чего это нужно и как это делать? А вот мы сейчас раз на тему говорить, для чего это нужно. Потому что можно так себе сказать, ну я верюся тихонько, чтобы никого там никого не напрягать, это мое сердце сокровенное такое. Теперь вопрос, а действительно ли это нам хочет Бог? Мы сегодня возьмем интересный текст. Это, вернее, два текста. Но перед тем, как мы будем сейчас тексты эти разбирать, я бы хотел озвучить тему. Тема называется «Иисус свет миру» и «Вы свет мира». Иисус свет миру, вы свет миру. Смотрите, интересное такое франция. Вообще, сама франция в оригинале, насколько я помню, она принадлежит Альберту Эйнштейну. Тьма – это просто отсутствие света. Тьма не является субстанцией, то есть как потоки заряженной частиц, как свет. Это просто отсутствие света. И это очень просто проверить. Если я сейчас выключу свет, свет пропадает, что здесь происходит у нас? Сразу же напомняется тьма. Только мы включаем свет, что происходит с тьмой? Она рассеивается. Почему? Потому что свет пришел. Мы живем в время, когда мы, содрогаясь сердцем, понимаем, что мир деградирует морально, мир деградирует эмоционально, физически, природой. Иногда просто себя выключишь на мысль и думаешь, слушайте, вообще, куда и катится мир. Зло начинает входить в активную фазу. И ты начинаешь думать, что то, что происходит сейчас в мире, это… Ну, вот есть такая восточная философия – дуализм. Дуализм, он с собой имеется в виду, как борьба добра и зла. То есть нет некого Бога, а вот есть добро и зло. Он борется, это философия такая. Так вот интересно, что если взять виблейскую концепцию, то раньше и ее раньше, и сейчас, то хозяином всего, что мы видим, и чего мы видим, является Богом. То есть изначально Бог – это добро. Изначально Бог, он был везде. Но со временем, когда произошел грех, было грехопадение, мир вошло в зло. Вот это тема, так называемая, да? И вот интересная такая особенность. Там, где зло до добра начинает отступать, что происходит? Зло начинает рассветать, да? Все. Просто идет деградация. Вот, например, если вы когда-нибудь следили, было когда-то очень серьезное наводнение в Америке. Америка – такая достаточно законопослушная страна по сравнению с нашими странами СНГ. Вот. И вот это было такое, значит, большое наводнение. Это было, насколько я помню, не помню, такой известный город. Что произошло? Когда поднялась там в провал, это еще времена Груша, и водой накрыл город, было его купаться население, и вдруг откуда-нибудь возьмись, появились мародеры и просто начали грабить дома. И сразу такой вопрос. Как? Это же Америка, это же законы. Так, пришлось даже водить войска, понимаете, чтобы как-то усмирить этих мародеров. То есть, вовсе моментально начало все ваннуваться в двери, все забирать, как бы, хотя, что произошло? То есть, по сути, как бы, как только отступил закон, и как только отступило последствия за нарушение, что произошло, начало появляться закон. К чему я веду, друзья мои? Я веду к тому, что мы сейчас будем читать текст из Библии, который был записан в Евангелии от Иоанна, весьма огромная. Смотрите, какая произошла проблема. Проблема была очень интересная. Вот какая-то историческая такая сводка. Христос пришел во время непростоя в Иудее. То есть, это было в 50-х годах до Рождества Христова, в виде Иудеи, там была у них такая проблема, они друг с другом там боролись за власть. И тут, значит, правящая партия, значит, иудейская, она обращается к консулу Рима и просит вести войска, вести порядок Иудеи. В обмен на то, что она будет править вместе с Римом. Ну и, значит, вот он такой консул Рима, его звали Попей. Он водит в 50-е годы войска в Иудею до Рождества Христова. И это привело к тому, что в 4 веке, за 4 года до прихода Христова в этот мир, практически Иудея стала полностью подконтрольная Римская империя. То есть, она стала оккупированной территорией. И люди попали в очень сопротивление положения. Во-первых, с одной стороны, смотрите, с одной стороны, в нем оккупационная власть Римской империи. С другой стороны, жуткая была коррупция, взятки, люди бесправные, люди... В общем, в тьму погрузилась Иудея, как бы, плюс еще какие-то внутренние вот эти религиозные оборудения. Ситуация вроде бы вообще такая, ну, конечно, тьма, какая-то бедность, коррупция, просто жуткая вещь. И в этот момент приходит Христос. Христос приходит, не в самый такой момент рассвета Иудеи, когда там, как мы читали на Соломонах, что там вообще среду, даже за деньги не считались, как нам не были. И он приходит в самое тяжелое положение, да? И смотрите, и вот приходит Христос, и он делает определенное заявление. Но перед этим я бы хотел задать вопрос. Что вы сейчас видите? Насходящее Солнце. Насходящее Солнце. Что еще? У меня первая ситуация, наверное, как Бог посылает Иисуса на землю. Да, то есть видимо село от земли, да? Потому что там какой-то континент какой-то красивый. Много парниковых. Я рассвет, просто и солнце. Свет, да, солнце, и я вижу темный космос, да? Я там звездочки, там такие. То есть, смотрите, вот мы смотрим на картинку, мы видим какие-то ассоциации, да? То есть темная земля, восход солнца, свет какой, куча света, и на фоне темного космоса, да? Что вы видите здесь на картинке? Частишно, ослышно. Вечерно. Вечерно, да? Частишно, ослышно на улице. Частишно, ослышно на улице. Может, какая-то парковая зона, да? Снег там падает, и фонарный столб стоит, и лампочка света, да? Ну, опять же, на темном поле, вот эта вот лампочка, она светит на кусочек вот этой улицы. Частишно, тоже интересная такая вот, ну, единственное, что в первом случае мы говорим о том, что это богом созвольное солнце. В данном случае мы видим, что это рукотворный как бы фонарик или фонарный столб, который освещает кусочек вот этого, значит, вот этого, вот этого, это земли. Интересная ассоциация, да? Теперь смотрите, вот я предложил два текста, один текст из нового русского перевода, один текст из семинарного перевода. Кто мог прочитать эти два текста? Говорим. Вам. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет мира, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Когда Иисус вновь заговорил с народом, он сказал, я свет мира, тот, кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вам, замечательно. Друзья, как можно эту фразу Христа интерпретировать над современным языком? Вот как люди сейчас разговаривают, да, потому что текст написан, может, немножко, или Диеваку, таким служимым языком. Вот как мы можем перефразировать эту фразу с современным языком? Ну, как по мне, свет миру значит, что добро. Ага. И кто пойдет за мной, тот не будет делать зло, а будет делать добро. Ага. Как по мне. Ага. Просто верьте мне, идите за мной, и будете всегда, ну, как бы, прикрытой солнцем в свете находиться. Ага, отлично. Ага, отлично. Могу ли? Да, конечно, пожалуйста. Для чего тут можно светить? Ну, вот вопрос такой. Перефразировать эту фразу? Перефразировать, да, хорошо. Вот свои миснования, как в современном языке. Да, хорошо. Если человек хочет изменить свою жизнь, это может делать только Христос. Потому что, чтобы изменить свою жизнь, надо выбрать правду на дорогу. Да. Чтобы пойти по этой правдой на дорогу. Иисус сам говорит, я не пункт истины жизни. Это тот же стиль, что свет миру. То есть он указывает ту дорогу, по которой человек может найти спасение своей души. Спасибо большое. Смотрите, друзья. Слово «хос» в греческом языке, если оно буквально звучит на греческом языке как «хос». Оно также имеет с собой такое значение, как просвещение. То есть просвещение идет. То есть человек, по сути, как бы идет процесс просвещения. Знаете, просвещение, оно часто с образованием связано, да? То есть или с чем-то, каким-то участком, которое просвещается, да? То, что ты не знаешь. Да, вот интересно, что слово «мир» здесь, оно тоже не... Это слово, которое нам очень известно, оно в греческом языке буквально звучит «космос». «Космос» – это имеется в виду то место, где люди живут, да? То есть вот «я свет, я просвещение людям, живущим в мире». Вот что буквально как разкачет. То есть Христос говорит «я просвещение для людей». Все. Точка. Теперь вопрос. Ну, многие люди Христа как воспринимают? О, это великий учитель, это великий там революционер, он столько много хорошего рассказал нам. А как это вообще меня касается? Как это... Что отожидается от некого человека, чтобы это что-то как-то повлияло вообще мнение? Друзья, смотрите, что тут мы узнаем о Христе, о Боге? Что он вообще сам и сидит здесь и говорит? Вот только вот о Христе. Вот все. Мы не о человеке, вот... Что он свет миру? Христос свет миру, но просвещение для людей, да? То есть, которые живущие. Еще что? Все, кто с ним идут, будут вместе с ним, то есть в свете. О, интересно. Он делится с этим светом. Он отлично. Он делится с этим светом. То есть, он как будто является источником. И за ним можно идти. Вот что интересно. Это не просто какая-то идея, да? Это где-то написанная там красивая теория, да? То есть, это буквально. Больше того, он призывает за собой идти. Он говорит, идите за собой. Хорошо. Что мы здесь узнаем о человеке? Он живет во тьме. Человечество живет во тьме. Да, по сути. Вот люди живут во тьме. Два варианта. Или во тьме, или во свете. Да. Нет, я с Кереста пошел. Ну да, но понимаете, что можно и так сказать, что и во тьме, и во свете, если с Богом. Да, он сказал, что нет греха, если бы были слепы. Это что означает? Что фарисеи, они думали, что они находятся во свете, но на самом деле они находились во тьме. Да. А Христос сказал, что если прав... Это хр, а правду тоже идти за мной. Иисус говорит, я пришел, чтобы лечить тех, которые вы знаете. Если человек не признает, что он во тьме, он будет думать, что он во свете, но на самом деле Иисус тоже не может помочь. Ага. Отлично. И это тьма, дорога, свет, дорога, жизнь, это как бы все об одном. Отлично. Что еще мы здесь о человеке узнаем? Причем нужно два текста использовать, потому что они немножечко там чуть-чуть другая, как бы сама. Да мы еще здесь узнаем о человеке. Да, я не знаю. Человек, да, то есть у человека есть выбор. Человек может идти куда-то. Да, либо он не будет, либо он не идет. Это, по сути, его никто не заставляет. Еще друзья. Мне вот здесь очень нравится, смотрите. Он несколько раз к народу приходит. Такая была ситуация. Так как он, будучи ранимым учителем, наставником, у него были ученики. Это его последователи, которые постоянно с ним проводили время. Но люди бывали просто прийти послушать, о чем он говорил. Такие, знаете, зеватые. Объединив, что-то он там говорил. Так вот, в этот момент, что он делает? Он, помимо учеников, вообще всем говорит время. Он не только говорит ученикам, вот вы будете ходить за мной. То есть он вообще всем людям говорит. Это слово направит для всех людей. Смотрите, здесь очень сильное слово, которое, смотрите. Значит, кто идет за мной? Кто идет за мной? Не будет ходить в эти надпи? Кто не последует за мной, а кто идет за мной? Продолжительное действие. То есть это процесс. То есть это не так, что, а, я тут с Христом побыла, я потом уже не с Христом. Ну, как-то так, а, там, почитал какой-то олимпочек, там, какой-то красивый, там, выйдешь, кто-то такой поразмышлял, а там своими наступили. Он говорит, это процесс. Это процесс, это не так. Он говорит, да, у вас будет, вы будете здесь все в жизни. А вы не будете ходить в эти надпи? Нет, при этом только условии, если будете ходить за запуском. Потому что если я, знаете, как пробежал и убежал, такой, а, по-моему, ушел, да? Значит, он говорит, кто-то не будет ходить в эти надпи? Не, но будет иметь сеть в жизни. Кто последует за мной, да? Опять-таки, последует даже и здесь, и в этом месте. Тут, хотя говорится, например, о будущем времени, но это все равно говорится даже все равно, когда о процессе, да? То есть это как занятие в полу-спортзале, да? Это как вот, 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 нет, вот Fucker. И вот, например, это не человек, который, ну, вот у меня вот у дeknowInye, который работает с вами. В этом банк, ну, года попал куда. Что-то у меня мышцы не растут, что-то у меня ниже. Вот не пропадает. Нет, ты либо с мятойен, ты либо вставле работаешь, постоянно с собой занимаешься, либо тебя правильно. Потому что если я последую, например, за кем-то, за вами, я буду повторять все те же действия, которые делаете вы, просто идти за вами, это я просто, пошли, я пошел за вами. Ну и мы по дороге можете, чего угодно делать, я не буду это делать, просто идти. А последовать, это последователи те, которые точно все повторяют, все, что делает их гость, так сказать. Иисус сам о себе говорит, я ничего не делаю сам от себя, делаю все, что Бог мне говорит, он последует за Богом и наповедует вам, что вы последовали за ним. То есть повторяют все те же действия, которые делают вам. Спасибо большое. Смотрите, друзья, написал, я тоже списочек такой интересный, тоже, ну, моим добавлением. Иисус – это свет, Иисус – свет для живущих в мире, Христос призывает следовать за ним, Иисус дает спасение и просвещает тьму греховно. По человеку, человек может следовать, а может и нет за Христом. Человек, который следует за Христом, не будет нуждать во тьме, будет и нет всей жизни. Христос обещает человеку, что у человека, человек будет идти правильной, ну, как бы, правильной ценно-направленной дорогой. Смотрите, вот у меня еще такой вопрос, следующий. Что вы видите здесь на изображении? Смотрите, у меня вопрос. Если у них нету света на Новом Фанаре, как что произойдет с этим туристом? Они карты, они не смогут прочитать путь, да? Да, они, во-первых, не будут понимать, куда они вообще идут. Вот, это раз. И, во-вторых, они даже идя куда-то, они просто туда попадут в беду. Почему? Потому что они просто вырисуют на вас, там, какая-то карьера, ну, вот, поцарапку, там, я не знаю. Ну, в общем, могут быть проблемы, правда? Смотрите, следующая картинка, что вы еще здесь видите? Это кто-то себе готовит или моет руки? Да, он готовит в беду. Санатико-балу. Да? Тоже, та же самая ситуация. То есть, я готовлю, вот, темно, и я его поесть, да? Я его мою. Я видела, что там еще снег, и там, но я буду маслить. Не так темно, как там. Друзья, а что у меня здесь сидит? Очевидно. Много света, да, лампочек. Лампочки, да? Вы, и смотрите, у каждого, у каждого свой свет стоит, да? Но вместе они с собой представляют, что? Туристические генеры, кровати. Опять, давайте выключаем здесь, здесь свет. Что произойдется, Тимон Акин? Памятник. Хаос. Начнется. Ой, где моя зубная щетка? А, опять она будет вступить, там, горячий кипяток, там. Вот он так взбил. Как фильм был, ревал дятмола, и как, да? Да, что же с ним. Это правда это было? Да. Ну, там, кто не знает, как было на самом деле. Ну, на самом деле, да. Ну, кто не знает, почему это случилось, это интересно. Очень много версий. Интересная иллюстрация, да? То есть, смотрите, интересная иллюстрация в свете того, что мы прочитали. По сути, Иисус Иисус говорит, друзья, вы просто, у вас есть два варианта. Либо вы живете просто на ощупь, как вы понимаете, в конечном итоге, ничем хорошим, что вы не закончите. Либо у вас появляется в жизни свет, который позволяет вам. Ну, понятно, что налогный фонарик, это фонарик, который теперь светит, ну, может, пять метров. Но в районе, там, вот этого, вот, у тебя перед носом, ну, по крайней мере, ты точно в виду не попадешь, да? То есть, ты будешь функционировать, у тебя появляется возможность работать больше, там, объединение. Вот этот и свет, мы можем вообще жить там, будет, как комьюнити. Ну, как говори, но с Христом, как говорите, не сядет, слава богу. Он перпетум мобилен, вечное движение, да? Смотрите, вот этот текст, мы поразобрали первую часть текста. Я, свет, мир. Смотрите, что происходит здесь. Смотрите, что говорит Христос здесь. Вы, свет, мир. Когда Христос был в Иудее, и когда Христос убили на кресте, то, знаете, у многих людей произошла очень серьезная проблема. Почему? Потому что все, свет погас. Свет очевидно погас. Убили Христа. Убили надежду на спасение. Смотрите, что делает Христос. Он передает эстафету, да? Когда, отходя от Отцов, восемь, весной Бога, там, на небесах, что он сделает? Он готовит после себя последователей, последователей, которым передает эстафету. Он говорит, вы понесете вот этот Божий свет, Отцовской любви, Отцовой любви, Евангелем, этот мир. Я был светом, да? И я остаюсь светом, потому что Христос до сих пор свет. Почему? Потому что он дает то, что только Христос может дать. Но часть его функций, не все, но часть, может понести из-за уже Дети Божьи, последователей Христоса. Давайте об этом немножко поразмышляем. Смотрите, три вопроса. Кого Иисус называет светом здесь, в этом тексте? Второй вопрос. Что значит наш свет? Третий вопрос. Как оценить качество этого света? Давайте первый вопрос. Кого Иисус называет светом? У меня тут вопрос. Люди или ученики? Хороший вопрос. Я не помню. Так все-таки по-десски. Это люди, все люди, которые живут? По сути, это ученики должны. Сейчас, сейчас, сейчас. Я знаю, что у вас и ответы нет. Все, кто хочет, я тебе. Вопрос. А все люди или не все люди? Те, кто идут за Христом, следовать. Кто еще разговаривает? Какие мысли? Спасибо. Те, кто Иисус называет светом? Те, кто Иисус называет светом? Здесь по тексту? Я не люблю. 15-го дня. Когда сжевших свечу не ставят ее на засуду, но он подсвечет. То есть, обязательно люди, которые будут называть светом, должны зажечь свечу? Это прообраз этих людей, что они как свеча, которая светит. Они как лампочка, которая светит на том зале. Они как город, стоящий вверху. Это как бы идет прообраз человека, как свеча. То есть, это не человек, который ставит свечу, а он как... Я почему-то, знаешь, подумала, помнишь, на Пасху, на Адмитику? Что тут все такое? Да, друзья, свет. Он говорит, вы в данном случае, он говорит ученикам. Если он написано говорил народу, он говорил, что я свет, это народ, это все. Он говорил про себя. А ученикам он говорит, вы и свет, потому что это Нагорная проповеди, и в Нагорной проповеди он проповедил ученикам. Он им передал учение. Смотрите, первое, разобрались, второе вопрос. Что значит свет? Что подразумевает в этом тексте Христос под словом свет? Кстати, мы не прочитали текст, я думаю, что лучше его прочитать. Можно там немножко добавить? К первому. К первому. Кто-то из... Назвать... У меня есть предложение сейчас прочитать текст, я его не прочитал просто. И можно ему добавить. Кто может прочитать текст прочитать этот? Пожалуйста, друзья. Я сразу просто к нему перешел. Почему-то как-то. Я не услышал? Конечно. Да, конечно, конечно. Божий свет мира не может укрыться в город, стоящий в этом городе. Заживши свечу, не ставят ее в сосудом, но подсвеченными. Светит всем домом. Так засветит свет ваш предлюдник, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашим небесным. Отлично. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Ключ к вашему вопросу в другом месте написано. Яна 14, 23. Иисус сказали вновь ответа. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И отец мой возьмет его. И мы придем к нему и обытие у него сотворим. Это означает, тот человек, который принял источник света в себя, Иисус говорит, кто соблюдает слово мое, и с которым придем к нему и у него обытие сотворить. Тот человек становится тот светом, который Иисус говорит без света. Потому что сейчас вместо учеников уже светом мира является церковь Божия. А церковь не понимает, что это не знания, а это те люди, которые отдали свои сердца и суток Христу. Так что это слово касательно. Отлично. Спасибо большое. Друзья, смотрите. Что значит свет в этом тексте? Только свет. Мы сейчас людей не берем, как другого года. Мы сейчас про него поговорим. Что значит свет из этого текста выходя? Ученики, они как бы свет для людей будут отвечать дальше, они учесть него. Да, абсолютно верно. Что именно свет символизирует здесь? Яна Маньяна. Маньяна. Слово Божия. Нет, нет, нет. По тексту, по тексту. Как вы думаете, что здесь является светом? Дела добрые. Дела добрые. Почему? Потому что, смотрите, это то, что Нарай как раз говорил, о том, что можно говорить, там, Джезис Ларус, да, там, или Иисус любит тебя, а дела какие? Ну, такие себе. И многие на словах говорят, что Иисуса любит, а делами они... Он здесь говорит, Христос говорит о чем? Он говорит о делах. Почему? Потому что дела, они проистекают из... Ну, как бы, из нашего сердца, да, вот. Мы делаем то, ну, то есть я могу говорить одно, а делаем другое, да, а дела, они всегда свидетельствуют громче, чем наши слова, да? Нет, слова обошли. Слова я тоже считаю, что надо их проповедовать, но надо подкреплять слова делами, да? Так вот, Христос говорит, что Он дает ученикам, Он говорит по обучению, вы свет миру, или вы свет мира, и ваши новые дела будут этому показать, будут этому свидетельствовать. Да, например, говорит, пусть свет светит вашей людьми, чтобы они видели ваши новые дела, и что делали? Рославляли отца небесного. Мне не говорили, ой, Сергей, ты такой молодец, ты так много добрых делаешь, какой молодец. Мои добрые дела, что нужно? Они должны принести славу Богу. Они должны сказать, ой, Сергей, Секушай, славу Богу за это хорошее дело. То есть, смотрите, у меня вопрос такой, что мы здесь узнаем о людях, которые у нас живут, люди, которые живут без Бога, и что мы здесь узнаем о последователях Христа, о детях Божьих. Знаете, о последователях. Да, вот только из этого текста, не выходя, а заранее. Что мы здесь узнаем из этого текста? О детях Божьих, о последователях Христа. Я просто очень много говорила, и не говорила. Ничего, ничего, ничего. Смотрите, вы сейчас... Это хорошо, что вы говорите. Мне очень нравится, когда есть этот, как это сказать, инициативный. Но я думаю, что было бы хорошо, чтобы вы все сейчас залом между поработали. Поэтому, друзья, давайте все-таки, кто меньше, что мы узнаем о детях Божьих, о христианах, о последователях. Они имеют свет. Они имеют... Они имеют... Они, наверное, есть свет. Они, может быть, и есть... Он говорит, мы свет. Да, он говорит, то есть мы свет. В данном случае, да? Ну, как есть... Я читаю это христианство, я же ничего не знаю. Ну, если вы следуете дальше за Христом, да, тогда вы есть свет. Если вы в новом дне не наполняетесь Богом, ну, как бы, сомнения... Да, я как раз и говорил об этом. Да, то есть если обитель есть... Вот Христос сотворил на человеке обитель, жилище в сердце, да, Бог живет в сердце человека, он начинает отображать Божьи... Делать Божьи дела, скажем так. Смотрите, что еще мы узнаем от этих Божьих? Это как свет делает добрые дела. Эти люди. Да, они совершают добрые дела. То есть они это... Ну, он делает, ну, как бы, вот так. Что еще? У вас не пусть у вас по себе. Да, то есть эти добрые дела прославляет Отца Небесного. Конкретно здесь не видно там, ну, четко, да, но, понятно, что мои добрые дела, они направлены на то, чтобы взгляд, что это... Да, то есть они на Бога направлены, на самом деле. Конечно. Хорошо, еще, пожалуйста. Последователь. Да. Последователям нельзя укрываться. Угу. Ну, как... Это даже странно. Повеление Бога, да, не укрываться, сидеть где-то там сам для себя же, да, с Богом. Обещать, да? Да, конечно. Идти в город, идти в среди, быть среди людей, да? Да, да. Да, то, по сути, что получается? Выходит, он говорит, это так же глупо, как настольную лампу, где я читаю книгу, поставить под столом. Понимаете, да? То есть мы отключаем настольную лампу, чтобы почитать книгу, а мы ее под стол поставим. Нет, настольная лампа становится на настолу. Бра, когда я отключаю, чтобы читать, чтобы не видно было, понимаете? Это странно за человек. В общем, не крестово, он тихоряк, что-то там делает, и он не померз, чтобы кто-то стоит дальше. Абсолютно верно. Не может открыться город, не может, нельзя свечу ставить под сосуды, накрыть или вам под сосуды. Тебя, Сергей, не слышно. Тебя не слышно. Витальчик, сейчас слышно, видно? Класс, все класс, класс, все класс. Все в порядке, да. Да, сейчас слышно хорошо, да. Смотрите, друзья, хорошо, отлично. Что мы здесь узнаем о нехристианах вообще? Ну, скажем так, о людях, которые... Живут без бога. Да, без бога. Да, без бога, вот такие. Они даже могут себя и называть христианином. Говорят, я же родился в хруассанной стране, например. Или я же родился в католической стране. Я, наверное, христианин. У меня же паспорт же есть. Но не совсем так все это, как нам кажется. Может быть, это вот, стоящий, да? Угарание там где-то? Ну, тут, скорее всего, смотрите. Вот, поясни, пожалуйста, Анечка, что ты имеешь в виду? То есть, если ты дитем Божьим для смерти, ты будешь заметны. Хочешь ты этого или даже не хочешь. Да. Получается так. Мария, например, Петр, когда предала Христа, говорит, твой голос выдают, что без сына, может, так же, а он хотел укриться, а он украл, он себе равно не смог. Не смог спрятаться. Не смог. Да. Смотрите, а что вот люди без бога? Вот как они, что здесь в этом тексте говорится про людей без бога? Да, они не прославляют отца. Ага. Они, что же, что-то... Не прославляют отца. Да. Но они могут, но они могут прославляться. Это я много не считаю, потому что это просто слова. Да, но смотрите, когда, но это светит перед людьми, чтобы они видели ваше доброе дело и прославляют. Да, да, да. Слышите, что это не про учеников. Да, не про учеников. Это последствия. Смотрите, очень сильный такой момент, разрешите немножко поделюсь. Люди наблюдают за Кристианом. Ну вот, вот как хочешь. Вот и ты... Где здесь это написано? А вот смотрите, а вот они видели ваши добрые дела, они все равно наблюдают за этим божьем. Они все равно наблюдают за учениками. И больше того, они делают оценку. Они говорят, ааа, если вы такие вот специальные, как это, ааа, не-не-не. По-любому. То есть за тобой ведется наблюдение. Ну окей, давай я так перегрузирую вот так как-то назад. Давай. Потом можно задать вопрос. До светит, у дает нам Иисус задание, да? До светит ваш свет перед людьми. Надо ли мне напрягаться о том, как мой свет должен светить? Ну получается, ну я чуть-чуть так для себя сегодня поняла, что автоматически, если я там налюсь, читаю Библию, да, слежу за собой, за своим сердцем чистотой, да, автоматически от меня, наверное, должно исходить только добрые дела. Правильно? Или надо все-таки думать, там, планировать. Мне нравится такая фраза, мне нравится такая фраза, я ее сегодня учусь, знаете, как она зафиксировалась. Собака лает не потому, что хочет стать собакой, а собака лает, потому что она уже собака. Значит автоматически. То есть, если человек является последователем места, он любит Бога, он с Богом в общении, в отношении, то в результате этих отношений, он начинает делать другое дело. Бывает иногда, у человека пробивает ложный страх. Сейчас, по-искому, что имеется. Все, человек там с Богом, он там молится, а потом думает, да не, я, наверное, не буду говорить, а потом уже оформлять. Или, да не, я, наверное, не буду говорить, чтобы меня там не перестали со мной дружить. Это уже когда человек преднамеренно, он как бы пытается скрыть, понять, что его не воспринят. Его там не, не, это у меня так было. Я когда уехал, там, много-много лет назад, у меня было много хороших друзей. Вот я рассказывал, вот Лена, вот свой опыт, как, у меня были спортсмены, я сам в прошлом спортсмен. Я думал, мне не надо меньше говорить о Боге, а то меня со мной перестанут дружить. Хотя внутри я не могу, я не мог это, знаете, меня не сдержать. И меня Господь обличал, он говорит, сиди, я говорю, слушай. Я думаю, так, ладно, пусть думают, что я, говорю, что я как фанатик, я буду говорить о Боге, потому что я не могу молчать. И эта новая жизнь меня толкала на упадет. Вот, вот эти все вещи. Поэтому, Юночка, я думаю, так. Если я делаю добрые дела, чтобы заслужить спасение, либо стать христианином, это не может быть. Не-не-не, я думаю о том, чтобы просто, вот, чтобы Богу угождать. Я больше в этом, вот это прославлять Бога, да, вот, наверное, это не надо, ну, как бы это просто процесс жизни получается. Вот, вот возьмем наших деток, да, например, вот, возьмем наших деток. У меня, когда я иду с дочкой в школу, меня дочка за руку вот так, демонстративно ведет, чтобы все видели, что это ее папа. Мне не надо, я не говорю, дочка, ты меня за руку, ты смотри, покажи, что это, кто тут папа. Она меня любит, она меня за руку вот так, чтобы все видели, что я с папой. Понимаете, тут в этом где-то есть экономим. Почему? У нас есть отношения, она меня любит, я ее люблю. Ну, и все, и в результате она прям аж, она же гордится тем, что она со мной была. Тоже мне назад, мой сын. С удовольствием они, они даже, вот это наш папа, они гордятся. Я думаю, где-то так, знаете, когда с Богом есть отношения, вот эти близкие такие вот духовные отношения. Слушайте, для меня с удовольствием покровения сказать, что я люблю Бога. У меня был такой случай, я просто приехал учиться 5 лет назад, не, 6 лет назад, в 2015 году. У нас было половина класса, было, сидели мужчинами, да, и вот такой вопрос в английском классе. Такой, значит, вопрос, кто вы отхода, чем занимаетесь, ваши плоти. Вот, и я такой, приходит ко мне очередь, да, и я говорю, Сергей из Украины, предприниматель, люблю Иисуса Христа, любит читать Гиблию. Вот у меня такой, вам такой вызов, это вообще, я абсолютно, для любви 14 человек, там, взятые, японцы, корейцы, и половина класса, где-то арабы. На меня такие, эти, такие мужем, надо, говорю, опа, что? Он такой, я думаю, вот, каналик пошел, все, то есть они сразу, заканчивается у нас, вот я вам рассказываю, заканчивается у нас класс, они такие ко мне, вообще, такие, слушай, а ты, он сказал, там, что-то про Иисуса, там, что-то такие, начали меня задавать вопросы, про Иисус, мы тоже, там, и Коран читаем, и они абсолютно, без всяких, безогрессий, но им стало интересно. А я думаю, нет, я хочу сказать, что надо будет читать Гиблию, я очень, я люблю Иисуса Христа, а что же плохого? Кто-то хвалится о том, что он цвета, ну, и он тебя там набил куда-то, вот, вот, так это его жизнь, это его выбор, а я этим. Поэтому, но если вот это Христова жизнь, да пусть, пожалуйста, еще что-то, я свободно и жду с традицией, но мне с сердца нечего. Вот, хорошо, друзья, смотрите, люди за нами наблюдают, они оценивают наши добрые дела, и это качество этого доброго дела, оно может привести с полгода. Вот, смотрите, еще последний момент, у нас буквально одна минута осталась, я буквально, вот, вот, какой списочек мне стал. Что это значит? О последователя Христа, ученики, свет миру. Ученик не может быть светом во спасение, а это дело Христа. Смотрите, тут может быть подмен на понятия. Я, свет миру, точно так же равно, как и Христос, свет миру. Мне не нравится Христа, но Бог, Бог. Имеется в виду, что Иисус, Христос, свет миру, в котором человек будет иметь вечную жизнь. А тут он говорит, что вы свет миру в роли людей, которые сеют добро на меня. Это разные вещи, да? Но так как я сею добро, я что делаю? Мне говорят, ой, спасибо, спасибо, только что доброе дело. Я говорю, что это нужно сделать? Я говорю, слава Богу, слава Иисусу Христу. И я это делаю, почему? Потому что Христос любил меня. И я хочу этим делиться с тобой. Что я делаю? Я перенаправляю вот это хорошее слово на Бога. На Христа. И я хочу показать, что Христос дает, он дает вам. Смотрите, свет учеников – это добрые дела. Это не спасение. Я людям спасение дать не могу. Я не умер за людей, но я могу показать на спасителя. Добрые дела должны быть заметными для всех. Тихонько, тихоряк, но не работают. Добрые дела должны быть такими, чтобы люди могли рассказать. Я точно знаю, что мне кажется, что в Библии есть текст, где не надо, наоборот, говорить о том, что ты делаешь. Когда ты же делаешь добрые дела, помогаешь. Не надо... Люди делают добрые дела, помогают детям. Это чисто для пресса. Вот сделают. Уважаем. 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 Люди написали в газетах, и все долго. То есть человек пытается пиар, и просто за счет добра представлять себя. А есть люди, которые тихо пройдут, дадут миллион, и даже скажут, что у нас не было здесь. Ну, образно. То есть, мне кажется, вот это сильный поступок, чтобы прийти, оставить и... Смотрите, об этом Христос говорит так. Когда ты делаешь добрые дела, не жди, что тебе будет взамен что-то давать. Ну, вот скажи что, что я, раночая нестующая, сделал то, что мне делено. То есть, такой прям, где есть Евангелие, Христос говорит, я вообще человек абсолютно сделал то, что от меня ждал Бог. Это вообще не мне спасибо, ася слава Богу. И мне, когда ты готовы, спасибо, Сергей Игорь, не слава и святую Христосу, слава Богу. То есть, я славу переправляю Богу. Наши добрые дела должны указать на свет Христа и принести Богу славу. Если оно, слава Богу, не приносит, что говорит Христос? Вы уже получили свою награду. Все. Вы уже получили награду в виде лайка. Лайка поставили вам, вы уже свою награду. Если я благодарность Богу перенаправил это общение я, это вообще Господь, что я делаю? Все лайки Богу обдаю. А люди в живущих мире, люди замечают добрые дела Христа. Вот хотите, нет. Это так, да. Дети Божьи, они замены. Люди делают оценку добрых дел. Да, так или иначе. Если доброе дело правильно сделано, оно должно прослать Богу. Правильное доброе дело, оно все равно перенаправляется к мужу славу. Но и все равно, типа, ты не ответил на это. Все равно добрые дела должны быть заметными для всех. Ну а если они не заметны? Если я просто вот человеку помогаю. Да, смотрите. Ну как, само доброе дело, качество доброго дела, но все равно это заметно. Вот, вот, хочешь ты это или нет, но все равно, даже элементарную вещь сделай. Например, ну что такое? Ну даже открой человеку дверь, да? Человек смутер идет, ты в дверь, что ты сделал? Ну заметно. Ну ты можешь ограничить, да, например. А что для такого особенного сделать? Ты человеку помог, да? Например, ты едешь за рулем, человек переходит дорогу, ты остановился, брал человека, не подгоняясь, не сигналяя, да? Просто человеку претещусь дорогу. И человеку помог, о, там у тебя еще спасибо. Еще раз много важен, да? Но тут, видите, тут не просто делать добрые дела, рады добрых дел. Тут имеется в виду, что доброе дело, по славу Божьей, чтобы доброе дело указало на то, что Бог любит, и Бог полюбил этот мир. Ну, в общем, смотрите, в чем сегодня состоит вопрос? Состоит вопрос в том, что самый лучший способ «говорить ему – это через дела». Просто часто людям проще словами, 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 да? Ну, вот Христос призывает, он говорит «я вам получаю быть светом в этом мире». Смотрите, один хотел такой предложить, маленький урок, небольшой на 4 минуты, про Мать Терезу. Если вам это интересно, интересная, вообще очень интересная личность, давайте немножко посмотрим, 4 минутки и потом с тобой поделимся. Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными. Она родилась в республике, которая сейчас известна как Македония, к северу от Греции. Ее родители жили в постоянной нищете. Когда девочке было 7 лет, умер ее отец, и мама вынуждена было заниматься продажей вышитой одежды. Старший брат, поставивший перед собой цель добиться чего-то в жизни, стал военным офицером, и когда его сестра в 18-летнем возрасте решила посвятить свою жизнь миссионерской работе, упрекнул ее в том, что она выбрала незавидное занятие. Девушка резко ответила ему «ты считаешь себя очень важным, служа королю, стоящему над двумя миллионами людей, ну а я хочу служить царю всего мира». В 1976 году этот человек присоединился к сторонникам стокгольмской группы за разоружение, а его сестра, которую он обвинял в пустой трате времени и сил, получила Нобелевскую премию за помощь бедным. Брат этой девушки носил титул лейтенант Боджаксуи, но вряд ли бы когда-то слышали о таком, но об его сестре всегда будут нежно вспоминать многие люди, называя ее «Матерью Терезой». Когда эта хрупкая женщина умерла в возрасте 87 лет, скорбел весь мир. Эта маленькая, мужественная женщина, столь слабая на вид, что многим людям хотелось защитить ее, осуществляла огромную работу по уходу за страждущими и отверженными мира сего. После смерти матери Терезы звучали похвальные отзывы ее адрес как от богатых и знаменитых, так и от бедных и незнатных людей. «Святая Беспризорников», «Живая Святая», «Героиня Бедных», «Ангел Милосердие» и множество других титулов были даны этой маленькой женщине, которая имела близкие отношения с известными и влиятельными людьми этого мира, но никогда не изменяла бедным и обездоленным людям, постоянно проявляя о них сострадание и заботу. Кто-то может не соглашаться с ее убеждениями, но посмеет ли он упрекнуть ее за ее жизнь и труд? Какие же основные черты характера были присущи этой великой женщине? Она была той, которая никогда не колебалась в том, чтобы вскрыть несправедливость власть имущих, оказать помощь страждущим и разделить скорбь с умирающим. Когда требовалась, она была сильной и стойкой. Однажды, во время завтрака в Вашингтоне, мать Тереза подошла к американскому президенту Биллу Клинтону и резко осудила его позицию по отношению к абортам. Меня восхищают в этой женщине ее смирение и простота жизни, сострадание, преданность и любовь по отношению к страждущим и отверженным, а также прекрасное чувство юмора. Но, пожалуй, больше всего я потрясен ее верностью Божьему призванию. Для нее не было важным, насколько было тяжело, чего могло стоить и каким низким могло быть то, к чему призывал ее Господь. Помогая бедным, она думала, что помогает самому Иисусу Христу. Ассистентка матери Терезы, хорошо знавшая ее, как-то сказала, «Она не видела одновременно всю массу людей. Она смотрела на конкретное лицо, только на одну улыбку, одно сердце, одного человека». Мать Тереза говорила, «Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными». Этому девизу она осталась верной до самой смерти. Ее последними словами были «Иисус, я люблю Тебя», «Иисус, я люблю Тебя». Именно это руководило ею и давало силы трудиться. Иисус сказал, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». После смерти матери Терезы, президент Индии Нарьянан заметил, такие как она, редко ходят по этой земле. Когда мать Тереза умерла, ее влияние не исчезло. Более 4 тысяч сестер присоединились к ее служению, трудясь в сиротских домах, хосписах для содержания безнадежных больных с ПИДом, в центрах для бедных и приютах для бездомных. Они продолжают начатое ею дело. Это была необычайная женщина. Которая изменила жизнь многих людей во имя Господа.